Здравствуйте, дорогие друзья! Для вас и всех тех, кто присоединился на этом этапе, кратко рассмотрю пройденный путь и намечу цели на будущее. Продолжаем наш подъем. Полетели все выше и выше. Let's fly higher and higher. Те, кто начинал английский с нуля или основательно его забыл, должны были сначала пройти курс «Поехали». Грамматика 12 уроков этого курса была ограничена простыми формами глагола для настоящего, прошедшего и будущего времен. А именно. Утвердительные предложения Present simple I teach English. Я преподаю английский. Утвердительные предложения Past simple I taught English last year. Я преподавал английский в прошлом году. Future simple I will teach English next year. Я буду преподавать английский. В следующем году. Отрицательные предложения Present simple I don't teach Chinese. Я не преподаю китайский. Past simple I didn't teach Chinese last year. Я не преподавал китайский в прошлом году. Future simple I won't teach Chinese next year. Я не буду преподавать китайский в следующем году. Вопросительные предложения Present simple Общий вопрос Do I teach Chinese? Я преподаю китайский. Present simple Специальный вопрос What language do I teach? Какой язык я преподаю? Past simple Общий вопрос Did I teach Chinese last year? Я преподавал китайский в прошлом году. Past simple Специальный вопрос What language did I teach? Какой язык я преподавал? Future simple Общий вопрос Will I teach Chinese next year? Я буду преподавать китайский в следующем году. Future simple Специальный вопрос What language will I teach? Какой язык я буду преподавать? Помимо грамматических уроков, было два теста на проверку и закрепление знаний. А также один урок, посвященный основным правилам чтения и письма. И один урок в помощь начинающим туристам, ставящим целью языковое выживание в основных ситуациях за границей. Следующий этап – это уровень для продолжающих. Он состоит из трех курсов. Набираем скорость Разбег Набираем высоту Курс «Набираем скорость» – это первый цикл из двенадцати уроков уровня для продолжающих. Он является развитием курса «Поехали», который предназначен для начинающих. Как и в курсе «Поехали», в курсе «Набираем скорость» основной упор сделан на рассмотрение форм глагола. Но в отличие от первого курса, где рассматривались лишь три простые формы настоящего прошлого и будущего времен, второй курс, повторяя и уточняя употребление простых форм, дает подробное изложение составных форм, формируя у слушателей представление о формах английского глагола как системе. Каждый урок курса имеет множество примеров на перевод предложений с русского на английский и с английского на русский, иллюстрирующих различные случаи употребления рассматриваемых форм. Каждый урок завершается коротким рассказом на английском для развития навыков понимания английской речи со слухом. Два урока курса – это тесты для контроля пройденного и развития словаря. Последние два урока – практика чтения и письма на английском, а также тренинг полезных фраз туристов в типовых ситуациях. В этом курсе для практики чтения выбран отрывок из книги Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» с комментариями и переводом для проверки. Курс «Разбег» – это второй цикл из 12 уроков уровня для продолжающих. В нем подробно рассматриваются все остальные части речи, кроме глагола – существительные, прилагательные, числительные, отглагольные формы, инфинитив и причастие, а также артикли, предлоги, союзы и комбинации глаголов и предлогов, так называемые фразовые глаголы. В практической части курса один урок посвящен истории английского языка, другой – истории и описанию основных достопримечательностей столицы Великобритании – городу Лондону. Цикл «Набираем высоту» завершает и обобщает материал двух предыдущих курсов «Набираем скорость и разбег», предназначенных для всех, кто разобрался с основами английской грамматики на уровне для начинающих «Поехали» и решил продолжить изучение английского языка дальше. Задача цикла «Набираем высоту» – обобщить все виды глаголов для настоящего, прошедшего и будущего времен, поговорить о косвенной речи и согласовании видовременных форм глаголов, о сложных предложениях и пунктуации, а также систематизировать накопленные знания об артиклях и предлогах. В практической части цикла – материал для тех, кого интересуют диалекты английского языка, плюс советы о том, где учиться и отдыхать в Англии. И, как обычно, два проверочных теста – промежуточный и заключительный. Курс «Набираем скорость» анализирует построение и употребление всех глагольных форм, исходя из формулы. Тенз равняется time плюс aspect, где tense – это форма глагола, time – это время, настоящее, прошедшее, будущее. Aspect – это вид, простой, продолженный или совершенный. Ниже приведу для повторения таблицы всех глагольных форм действительного или активного залога. Present – настоящее. Твердительные предложения. Simple – I speak English. Continuous – I am speaking English. Perfect – I have spoken English. Perfect – Continuous – I have been speaking English. Present – negative. Simple – I don't speak Chinese. Continuous – I am not speaking Chinese. Perfect – I have not spoken Chinese. Perfect – Continuous – I have not been speaking Chinese. Present – general questions. Simple – Do I speak English? Continuous – Am I speaking English? Perfect – Have I spoken English? Perfect – Continuous – Have I been speaking English? Present – special questions. Simple – Simple – What language – What language do I speak? Continuous – What language am I speaking? Perfect – What language have I spoken? Perfect – Continuous – What language have I been speaking? Past – Прошлое – Positive – Simple. Simple – I spoke English. Continuous – I was speaking English. Perfect – I had spoken English. Perfect – Continuous – I had been speaking English. English – English – English – English. Past – Negative – Simple – I didn't speak Chinese. Continuous – I was not speaking Chinese. Continuous – I was not speaking Chinese. Perfect – I had not spoken Chinese. Perfect – Continuous – I had not been speaking Chinese. Past – General question – Simple – Did I speak English? Continuous. Was I speaking English? Perfect. Had I spoken English? Perfect. Continuous. Had I been speaking English? Past special question. Simple. What language did I speak? Continuous. What language was I speaking? Perfect. What language had I spoken? Perfect. Continuous. What language had I been speaking? Теперь формы страдательного или пассивного залога, в основе которого лежит изменение по лицам, числам и временам конструкции be плюс past participle, где past participle – страдательное причастие или третья форма глагола. Present, настоящее, позитивное, simple. English is spoken by me. Continuous. English is being spoken by me. Perfect. English has been spoken by me. Negative, present, simple. Chinese is not spoken by me. Continuous. Chinese is not being spoken by me. Perfect. Chinese has not been spoken by me. Present general question. Simple. Is English spoken by me? Continuous. Is English being spoken by me? Perfect. Has English been spoken by me? Special questions. Simple. What language is spoken by me? Continuous. What language is being spoken by me? Perfect. What language has been spoken by me? Past. Positive. Simple. English was spoken by me. Continuous. English was being spoken by me. Perfect. English had been spoken by me. Past. Negative. Simple. Chinese was not spoken by me. Continuous. Chinese was not being spoken by me. Perfect. Chinese had not been spoken by me. Past. General question. Simple. Was English spoken by me? Continuous. Was English being spoken by me? Perfect. Had English been spoken by me? Perfect. Past. Special question. Simple. What language was spoken by me? Continuous. What language was being spoken by me? Perfect. What language had been spoken by me? Future. Positive. Simple. English will be spoken by me. Continuous. English will be being spoken by me. Perfect. English will have been spoken by me. Future. Negative. Simple. Chinese will not be spoken by me. Continuous. Chinese will not be being spoken by me. Perfect. Chinese will not have been spoken by me. Future. General question. Simple. Will English be spoken by me? Continuous. Will English be being spoken by me? Perfect. Will English have been spoken by me? And future special questions. Simple. What language will be spoken by me? Continuous. What language will be being spoken by me? Perfect. What language will have been spoken by me? Формы глагола – это, пожалуй, самое сложное в английской грамматике. Если вы занимались нами последовательно, то я надеюсь, у вас сложилось ясное понимание как способов образования этих форм, так и случаев их употребления. Кто забыл, рекомендую повторить курс «Набираем высоту». Ну а мы полетим еще выше. Начнем с краткого рассмотрения структуры всех трех курсов этого уровня. Курс английского для совершенствующихся. Все выше и выше. Первый урок – общий английский. Второй урок – бизнес английский. Третий урок – английский для специалистов. Четвертый – международная система уровней. Пятый – международные экзамены по английскому языку. Шестой – ЕГЭ. Седьмой урок – обучение за рубежом. Очное и заочное обучение. Интернет – курсы. Десятый урок – английский через песни. Одиннадцатый урок – практика чтения. Двенадцатый – путешествуем с английским. Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Следующий курс из двенадцати уроков – свободный полет. Первый урок – английский для менеджеров по персоналу. Введение. Второй урок – резюме и интервью при приеме на работу. Третий – подбор персонала. Четвертый – мотивация персонала. Пятый урок – это тест. Шестой урок – английский для финансистов. Введение. Седьмой урок – основные принципы бухгалтерского учета. Восьмой урок – финансовая отчетность. Девятый – банки. Десятый – финансовые рынки. Одиннадцатый урок – тест. И двенадцатый урок – практический. Уолл-стрит и лондонский сити. И, наконец, заключительный цикл курса для совершенствующихся. Выход звездам. Первый урок – английский для юристов. Введение. Второй урок – основы правовой системы Великобритании и США. Третий – контракты. Четвертый – организация компании. Пятый – тест. Шестой урок – основные методики обучения иностранным языкам. Седьмой урок – коммуникационная методика. Восьмой – обучение чтению письму, речи и пониманию со слуха. Девятый урок – преподавание английского как иностранного. Десятый урок – классификация языков. Одиннадцатый урок – тест. И двенадцатый – практика чтения. Говорил, говорю и буду говорить. Теперь, когда вы в общем представляете, что мы уже прошли и с чем еще собираемся познакомиться, приступим к подробному рассмотрению первой темы курса «Все выше и выше» – общий английский. Общий английский в моем понимании – это набор грамматических структур и словарный запас, позволяющий изучающим его слушателям научиться читать, понимать со слуха, говорить и писать по-английски на общие темы. От бытовых – дом, работа, отдых, развлечение, посещение врача и так далее, до общекультурных – музыка, кино, театр, путешествия, погода, политика, экономика, мораль, спорт. Иначе говоря, общий английский позволяет жить в обществе, учиться, работать, путешествовать, читать книги, газеты, журналы, смотреть фильмы и спектакли, посещать спортивные мероприятия. Конечно, уровень знания грамматических структур и общелитературного словаря может быть разный у разных слушателей. Но основа, ядро у всех должны быть более или менее одинаковы. За предыдущие 48 уроков вы должны были подробно познакомиться с основными грамматическими структурами, которых более чем достаточно, чтобы при регулярных занятиях освоить практически любой уровень общего английского. Словарный запас набирается посредством чтения, письма, прослушивания аудиокниг и радиопередач соответствующего уровня. А также повседневного общения, в том числе во время путешествий. Очень полезно походить на курсы общего английского языка в России или за рубежом. Можно заниматься заочно с преподавателем или самостоятельно, используя многочисленные пособия и интернет-ресурсы. На последующих уроках этого уровня я постараюсь дать вам рекомендации по выбору средств обучения, руководствуясь собственным опытом преподавания и мнениями моих студентов. А пока, чтобы дать вам более наглядное представление о том, чему учат в языковых школах на курсах общего английского, приведу фрагменты содержания типичного учебника уровня Pre-Intimidient. Более подробно о международных уровнях английского языка мы поговорим позже. Итак, программа. Урок первый. Грамма, грамматика. Word order in questions. Порядок слов в вопросах. Present simple. Present continuous. Defining relative clauses. A person who, a thing, which. Vocabulary, словарь. Common verb phrases. Classroom language. Family, personality adjectives. The body, prepositions of place. Expressions for paraphrasing, like, for example, etc. Pronunciation. Произношение. Вовел sounds. The alphabet. Third person and plural S. Вовел sounds. Pronunciation in a dictionary. Speaking. Talking about dates and times. Describing a person you know well. Describing a painting. Giving definitions. Listening. Понимание сослуха. Dates and times. Understanding an anecdote. Understanding a guide. TV, game, show. Reading. Чтение. Who knows you better? Your family or your friends? The devil's dictionary. Это содержание первого урока. Урок пятый, например, из этого учебника. Грэма. Грамматика. Uses of the infinitive. With to. Verb plus ing. Have to. Don't have to. Must. Mustn't. Expressing movement. Vocabulary. Verbs plus infinitive. Verbs followed by ing. Modifiers. A bit, really, etc. Prepositions of movement. Sport. Pronunciation. Word stress. Ing. Sentence stress. Prepositions. Speaking. Interview a partner about parties. Questionnaire. Talking about language learning. Telling an anecdote. Most exciting sporting event. Listening. Conversations at a party. Radio program. Learning to sing. Journalist talking about learning Polish. Song. Where are the champions? Reading. What to say, what not to say to people at parties. What makes you feel good? How much can you learn in a month? Your most exciting sporting moments. Урок седьмой. Grammar. Present perfect plus for and since. Present perfect or past simple. Used to. Passive. Vocabulary. Words related to fear. Biographies. School subjects. History, geography, etc. Verbs. Invent, discover, etc. Pronunciation. E and I. Sentence stress. Word stress. Sentence stress. Used to. Didn't use to. Sentence stress. Speaking. Pair work interview. Talking about a member of your family. Talking about school days. Passive squeeze. Listening. Interview about a phobia. Radio program. Sofia Coppola. Listening to Melissa. Things invented by women. Reading. We are all afraid. Biographies. Hitchhawk and Tarantino. A famous rebel, but was he really? Surprising facts. Выше я представил вам в качестве примера содержание трех уроков на выбор популярного учебника общего английского уровня Pre-Intermediate, по которому вы можете заниматься, если пойдете на курсы в одну из языковых школ или будете учиться с частным преподавателем. Чтобы еще больше прояснить ситуацию, я преподам вам часть седьмого урока. Надеюсь, что таким образом вы не только окончательно уясните, что подразумевается под изучением общего английского, но и узнаете что-нибудь новое, или еще раз повторите – хорошо забытое старое. Полетели выше и выше. Let's fly higher and higher. Начнем с грамматики. Для начала покажу на примерах, как предлоги for и since используются с формой present perfect. Начнем с глагола be – быть. Переведите на английский язык два предложения. Я учитель английского языка. Я учитель английского языка с 1983 года. Подумайте. Проверьте. I'm a teacher of English. Я учитель английского языка. I have been a teacher of English since 1983. Я учитель английского языка с 1983 года. Первое предложение переводится с помощью формы present simple глагола be, так как это факт из моей биографии. Во втором же предложении говорится о том, как долго я являюсь учителем. Поэтому для указания на то, как долго длится это состояние, используется форма present perfect глагола be и предлог since с указанием момента в прошлом, когда все началось. Иначе говоря, предлог since – это один из сигналов для использования формы present perfect. Переведем еще два предложения с глаголом live. Жить. Я живу в Москве. Я живу в Москве больше 45 лет. Подумайте. Проверьте. I live in Moscow. Я живу в Москве. I have lived in Moscow for more than 45 years. Я живу в Москве больше 45 лет. Первое предложение переводится с помощью формы present simple глагола live. Второе предложение переводится с помощью формы present perfect глагола live, так как здесь речь идет о длительности действия, которое началось в прошлом. Предлог for – это еще один из сигналов для использования формы present perfect. Из этих примеров видно, что since используется с моментом речи, когда действие началось в прошлом, а for – с периодом, обозначающим длительность действия до настоящего момента. Здесь я особо хотел бы подчеркнуть, что при определении формы глагола нельзя только ориентироваться на сигналы. В данном случае предлог for. Важно понимать контекст. Present perfect выражает действие, которое началось в прошлом и к моменту речи еще продолжается. Для иллюстрации и сравнения приведу два примера с предлогом for. I have lived in Moscow for more than 45 years. Я живу в Москве более 45 лет. Before that, I lived in Chilabinsk for 17 years. До этого я жил в Чилиабинске 17 лет. В первом случае действие не закончилось. Я продолжаю жить в Москве. Во втором случае я в Чилиабинске больше не живу. Действие закончилось. В обоих случаях для того, чтобы обозначить длительность действия, используется предлог for. Но формы глагола разные. Для незаконченного действия используется present perfect. А для законченного действия past simple глагола live – жить. В будущем будьте внимательны и обращайте внимание не только на формальные признаки, но и на контекст. Продолжаем наш урок. Очень часто предлоги for и since используются для ответов на вопрос «как долго?», «how long?». Например, «how long have I studied English?», «как долго я изучаю английский?», «как долго я изучаю английский?». Я работаю учителем английского языка. Я работаю учителем английского языка более 33 лет. И «how long have I studied English with our TV courses?». Подумайте и ответьте самостоятельно, используя present perfect глагола study – изучать. И предлоги since или for. Проверьте. Проверьте. Конечно, длительность изучения или начальный уровень могут быть разные, но мне бы было приятно, если бы ваш ответ прозвучал, ну, скажем так. «I have studied English with you since the first lesson of the course. Поехали». Переходим ко второму разделу грамматики выбранного нами урока общего английского из типичного учебника. Present perfect or past simple. Начнем с проверки. Переведите. Я пишу телевизионные курсы уже больше трех лет. Я писал курс «поехали» около года. Подумайте. Проверьте. Проверьте. I have written TV courses for more than three years. Я пишу телевизионные курсы уже больше трех лет. I wrote the course «поехали» for about one year. Я писал курс «поехали» около года. Теперь, думаю, мы можем сформулировать правила употребления present perfect и past simple, если речь идет о промежутке времени совершения действия. Если действие к моменту речи закончилось, используйте past simple, прошедшее простое. Если еще не закончилось, то present perfect – настоящее совершенное. Для указания периода времени используйте предлог for как с глагоном в past simple, так и с глагоном в present perfect. Для указания момента времени, когда действие началось в прошлом, используйте предлог since. Обычно этот предлог используется с глаголом present perfect. Если мы хотим указать момент начала действия с past simple, то обычно используется другой предлог from в паре с предлогом till или until. Например. Я пишу телевизионные курсы с 2012 года. Я писал курс «поехали» с 2012 по 2013. Я уже написал четыре телевизионных курса. Надеюсь, это понятно. Это только когда present perfect означает незаконченное действие. Теперь сравним эти две формы, когда present perfect означает уже совершившееся действие. Например. I have already written four TV courses. Я уже написал четыре телевизионных курса. I wrote my first TV course «поехали» in 2013. And the fourth course «набираем высоту» I wrote in 2015. Я написал мой первый телевизионный курс «поехали» в 2013 году, а четвертый курс «набираем высоту» я написал в 2015. Сформулируем правило. Если действие совершено к моменту речи, но известно когда или это не важно, то обычно используется форма present perfect. Если же мы употребляем конкретный момент времени в прошлом, то в этом случае мы употребляем форму past simple. Очень часто с формой present perfect в этом значении используются слова already уже, just только что, ever когда-либо, never никогда, today сегодня, this week, month, year, на этой неделе, в этом месяце, в этом году. Например, I have already read two-thirds of our lesson. Я уже прочитал две трети нашего урока. I have just written one more example of present perfect. Я только что записал еще один пример present perfect. Have you ever been to England? Вы бывали в Англии? She has never studied English before. Она никогда не изучала английский раньше. С past simple используются слова, указывающие на закончившийся период времени в прошлом. Например, A minute ago – минута тому назад. Yesterday – вчера. When I was eight years old. In 2014 – 2014 году. Преобразуем примеры с глаголами в present perfect в past simple, заменяя сигналы перфекта на сигналы прошедшего простого. I wrote an example of present perfect one minute ago. Я написал пример present perfect минуту назад. I did a lot of things yesterday. Я сделал много чего вчера. I began to learn English when I was eight. Я начал учить английский, когда мне было восемь. I was in England in 2014. Я был в Англии в 2014 году. Я провел часть урока, посвященного демонстрации и проверке понимания грамматических структур, которые отрабатываются в этом уроке. Я использовал метод перевода и сравнения для иллюстрации употребления целевых структур. В типовых учебниках, особенно британских или американских, для этой цели используются письменные или устные тексты, задающие контекст, в котором данная структура обычно используется. Далее идут упражнения для проверки понимания и закрепления. Формат телевизионного урока и временные возможности не вполне удобны для такой презентации. Моя главная цель – показать вам, что такое общий английский и что вам может дать его изучение. А как его преподавать – это вопрос методики и другого курса. В заключении нашего урока несколько упражнений на развитие словаря типового урока номер 7 из цитируемого выше учебника. Словарь – это фобия. Начну с определения этого понятия на английском языке. Фобия – это чрезвычайный или иррациональный страх чего-то. Далее я перейду на английский язык, чтобы дать вам больше почувствовать атмосферу типового урока общего английского уровня pre-intermediate. Ну, теперь давайте поговорим о фобиях, или экстреме или иррационном страхе о чем-то. Например, урока – это фобия, или иррационный страх, или иррационный страх, или иррационный страх, или иррационный страх. Trying to miss anyone, especially when they have to sail on a boat at sea. All these fears of phobias have special medical names. Usually, these are the words of Greek or Latin origin. For example, extreme fears of closed and open spaces are called claustrophobia and agrophobia, respectively. Now, I will read to you in English an interview with one man who is afraid of cats. Your task is to try to understand the interview and answer the following questions in English after listening. What is the medical name for this phobia? How long has he had it? How did it start? Has he ever had any treatment for his phobia? Does he think he will ever lose his phobia of cats? Okay, listen, please. The interviewer. What exactly is your phobia, Scott? Well, the medical name is felinophobia or gato-phobia. The interviewer. And what does that mean exactly? Scott. It means I am afraid of cats. The interviewer. Cats? Scott. Yes. The interviewer. How long have you had this phobia? Scott. Since I was a child, the interviewer. And how did it start? Scott. When I was five or six years old, I remember going to a friend's house and I saw a cat on the stairs. And the cat was looking at me, well, staring at me. I went to touch it and it bit me. And since then, I've always been afraid of cats. The interviewer. What happens if you see a cat? Scott. Well, I start to feel very nervous. My heart beats very quickly. And I have to go away very quickly from where the cat is. For example, if I see a cat in the street, I always cross to the other side. The interviewer. What do you do? Scott. I am a doctor. The interviewer. Is your phobia a problem for you in your work? Scott. Yes, sometimes. For example, if I go to a house and there is a cat, I ask the people to put the cat in another room. I can't be in the same room as a cat. Have you ever had any treatment for your phobia? Scott. Yes. I've just started going to a therapist. I've had three sessions. The interviewer. How's it going? Scott. Well, now I can look at a photo of a cat without feeling nervous or afraid. And I can touch a toy cat. The next step will be to be in a room with a real cat. The interviewer. Do you think you will ever lose your phobia of cat? Scott. I hope so. I am optimistic. Who knows? Maybe one day I'll have a cat as a pet. Now, that's been the demonstration of the lesson of general English. Итак, дорогие друзья, я вам продемонстрировал типичный урок общего английского уровня pre-intimidient. Надеюсь, у вас есть представление об этом разделе изучения английского языка. Хочу проститься с вами на этом. Спасибо. До свидания.